Мой дружок пирожок, вышло обновление про казино, хочется и на новых тачках покататься и новый пентхаус прикупить, а денег нет? А, не беда, заходи в мою группу по прокачке, и заказывай все что захочешь, бабки, опыт, или все сразу, делаем все быстро, качественно, и недорого, также для ПК Бояр есть промокод, укажи его при заказе, и мы добавим тебе 20 лямов к любому пакету прокачки. Ссылочка на группу в описании, переходи и заказывай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет мои дружочки пирожочки, думаю обзоры именно на эту тачку вы ждали больше всего. Ведь тачка получилась уроков с душой, с красивым дизайном, и потрясающим звуком выхлопа. Автомобиль Drafter, переводится как ломовая лошадь, не скажу что подходит название для этой тачки, так как она легкая и шустрая, а ломовая лошадь все таки большая и мощная. В первую очередь бросается задняя часть автомобиля, она очень схожа с задницей Audi RS5 Coupe. Да и вообще вся машина похожа на эту тачку. Хотя если вглядываться в отдельные детали, то можно заметить смесь всех немецких автомобилей. Вообще АБ в GTA NLIN это чистое Audi, даже шильдик похож на надкусанные кольца. Если сравнивать со старыми тачками АБ, у Drafter больше всего деталей, он больше похож на реальный автомобиль. Вообще уроков мало таких автомобилей, к примеру или Гератра или Джестер Классик. Это те автомобили, которые независимо от их технических характеристик, превосходны. Те автомобили, на которых хочется ездить, Drafter один из них. Ну а теперь к тюнингу, чего-то сильно меняющего автомобиль тут нет, только детали. Но и они в совокупности могут изменить этот автомобиль до неузнаваемости, к примеру раскраски. Тут их много, но ставить не хочется ни одной, красный цвет или темно-зеленый, те цвета, которые идеально подходят этому автомобилю. Конечно можно нацепить металлический цвет и приклеить наклейку, гонки на грани и представить себя в Need for Speed Most Wanted. Но по-моему это издевательство как над этим автомобилем, так и над культовой игрой своего времени. Это конечно все весело и прикольно, но создается впечатление, что роки стали паразитировать на культовых вещах, добавляя их в игру, приправляя соусом высмеивания мелких деталей, которые можно прилепить полным-полно. Но делать этого не нужно, есть даже багажник на крышу как на Audi 6 Майкла, но весь спортивный характер автомобиля теряется в этой нашире. Вот если бы это был Audi RS6, такой шустрый универсал, волк в овечьей шкуре, то это да, можно было бы все на него нацепить, чтобы сделать вид, что вы катаетесь на простом универсале за картошкой. Но в GTA есть подобный мерс и он отвратительный, как по посадке, так и по скорости. Задние фонари все таки объединены большой полоской, но днем ее не видно, роки могли бы сильнее выделить и сделать как на новой Audi 7 Мерки. Но все равно спасибо, это все еще не неон с его потрясающими задними габаритами, но уже что-то. Диски на этой тачке уникальные, симпатичные, поэтому менять их не вижу смысла. Ну и давайте уже перейдем к тестам. Драфтер полноприводный спорткар, но максимальная скорость далеко не его конек. Думаю все дело в электронном ограничителе, так как с ним тачка едет на уровне Каринфута, а хотелось бы хотя бы рядом с Италии ГТО. 178 км в час по прямой каскадерской трассе. В городе из-за кочика неровностей разогнаться можно и посильнее, но чистая максималка именно такая, и это печально. Вообще на этой тачке ездить не обязательно, достаточно побаловаться с педалью акселератора на нейтральной передаче, потому что звук у этой тачки реально спортивный. А учитывая, что почти все суперкары имеют одинаковый звук выхлопа, это как свежий глоток Евро-5. Старт получился бодрым, конечно не электрокар, но полный привод решает. Я даже сказал бы что дело в квадро, но это не так. Четверть мили драфтер проходит на уровне, средничок. Рядом с Элегией Ретро, это радует. На одной второй начинает отставать, но обходит Элегию. Определенно этот автомобиль не для каскадерских гонок, там лучше брать парию, как самого настоящего живчика в этом классе. Ну и из-за херовостенькой максималки, одну милю драфтер сливает почти всем, но все еще впереди Элегия Ретро. Пока тачка не из лучших, далеко не из лучших. Хотя не хочу ничего плохого говорить про нее, просто потому что она мне нравится. Это мой обзор, и вообще это мое мнение и наблюдение. Да, у нее хуевенькая максималка, да, на средних дистанциях она овощная. Но это все из-за того, что я не знаю как переключить коробку в спорт. На военной кольцевой было весело, все превосходно, азарт, мощь на выходе, но одно большое но, полный привод. Его можно любить, можно презирать, но он в поворотах тачку выносит во внешний круг. С этой тачкой точно так же, но есть еще одно но. Это уникальный способ поворачивать. Тормоз в пол и руль в сторону, и тогда драфтер в полудрифте влетает в поворот как миленький. Но из-за этого теряется скорость. Это весело. Даже кажется, что более динамично. Но лучше всего в таких поворотах, как тут постепенно оттормаживаться, не теряя сцепление с дорогой. Полный привод калечит управляемость, но компенсирует это при выходе из поворота ускорения. Четвертая позиция. По мне, это очень достойно. Ну и теперь гран-туризм. На этой кольцевой он показал свой характер. Местами довольно таки скверненький. Хоть и полный привод, хоть и цепляется в асфальт как младенец в сиську, но все равно есть места, есть подъемы, где его очень просто разворачивает. Чуть заехал на гравий в повороте на полной скорости. Привет за нос. Но при этом вернуться из за носа не составляет труда. Из-за этого всего страдает только скорость. Но даже эти заносы цепляют. Тачка из-за них не такая скучная, как большинство полноприводных. Да тут не поражаешься от того, как она четко входит в поворот. Нет, тут такого нет. Но эту тачку чувствуешь как настоящую, у нее другая физика. Не такая как у большинства пластмассовых бридчик в этой игре. А может все из-за внешнего вида. Тупо только из-за внешности звука, он более настоящий. Поэтому и кажется, что эта тачка такая задорная. Вы можете найти любое оправдание. У каждого оно свое, но иметь этот автомобиль в гараже должен каждый. Хоть раз прокатиться на ней. Над дизайном этой тачки работали. Задняя часть вся в изгибах. В мелких деталях, которые делают эту тачку такой какая она есть. Это не кусок хозяйственного мыла на колесах. Это реальный автомобиль. Над дизайном которого работали. И работали хорошо. Но и результаты. Они очень хороши. В городских условиях эта тачка просто идеальна. Не в том плане, что она поворачивает как боженька. Или маневрирует в потоке как соник. Нет. Она вписывается в эту городскую среду. Я конечно же еще не сделал обзоры на другие новые тачки. Но это меня зацепило больше всего. Дизайн, звук, да и интерьер тут не такой старый. Конечно хотелось бы еще чего-нибудь новенького внутри. Но по крайней мере не старые дутые салоны с пиксельными дефлекторами отдуло. Теперь я по сессии катаюсь именно на этой тачке. Ценник у нее по нынешним меркам довольно таки нормальный. 718 тысяч. Ну и еще на тюнинг. В любом случае тачка Даляма на все времена. Как будет снег. Надо будет обязательно понаваливать по снежному серпантину. Как я это делал на Элеге. Теперь драфтер новый фаворит среди городских спорткаров. Ну а я закругляюсь мои дружочки-бирожочки. Всем бб, всем гг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!